Hola a todos, como estamos? Como está fin de semana? А мы с вами продолжаем потихонечку изучать испанский язык, и сегодня у нас начало басни. Начало басни. Испанцы это называют сказкой. Это очень популярная испанская сказка, я думаю, кто-то её, возможно, знает, а кто-то нет, но мы с вами начнём. Тем более, уже много-много слов мы знаем, и будем немножко их повторять. И даже чуть-чуть углубимся в грамматику. Готовы? Поехали! В описании я также буду пронумеровывать слайды, чтобы вы могли всегда вернуться к тому слайду, который идёт один за другим. И смотрите, я также буду менять кофточки. То есть, если я нахожусь в одной и той же кофточке, значит, у вас история продолжается в одной картинке. Договорились? Поехали! Давайте начнём с названия. Сейчас поставьте на паузу и ещё раз внимательно посмотрите на текст. Какие-то слова из них мы уже знаем, но всё равно пойдём по словам. Следуем. Первое слово нам совершенно знакомо из другой сказки. Давайте его повторим. Помните в сказке про репку? Только там была маленькая собачка, а у нас сейчас большая собачка, большой пёс. Если вы по какой-то причине репку с нами не проходили, у вас есть такая возможность, если вы вернётесь на некоторое количество видео вниз туда и посмотрите. А мы продолжаем. Итак, эль перро – пёс. А почему он пёс, а не собака? Потому что в испанском языке эль – артикль мужского рода единственного числа. Но об этом поговорим чуть-чуть позже. Поехали к следующему слову. Следующее уже знакомое нам слово. Эль агуа – вода. Буквально позавчера мы с вами как раз проходили эту поговорку. Агуа бланда. Вспомнили? Агуа бланда. Итак, мы уже знаем. Эль перрито, эль перро и эль агуа – вода. Помним, да, особое правило, что для того, чтобы хорошо запоминать иностранные слова, нужно обязательно привязывать их к контексту. То есть представлять картинки. Тогда это будет намного проще. Ну и плюс, конечно, повторять, как мы с вами это делаем. Смотрите, уже сейчас мы, у нас есть набор слов, которые мы знаем. Мы просто их повторяем. Поехали дальше. Так, приготовьтесь к новому слову. Эль рефлехо – отражение. Эль рефлехо. То есть это может быть отражение в воде, это может быть отражение в зеркале. Эль рефлехо. Запоминаем. И, конечно, куда без короля предложения, куда без самой главной фигуры. Вы на шахматной доске, без глагола. Внимание. Энганьяр. Обманывать. Энганьяр. Конкретно в нашем сегодняшнем случае используется прилагательное. Энганьядо. Обманутый. Энганьядо. Обманутый. Кстати, глагол не входит. Да, в наш лист самых популярных испанских глаголов. Но пригодится. Особенно, если вы являетесь иммигрантом в этой стране. И вам приходится решать очень много вопросов. Поэтому запомните это слово. Я говорила, что грамматику я давать, в принципе, в тиктоке не могу, потому что очень мало времени. Но так как у нас потрясающее сегодня название басни, поэтому есть возможность кое-что вам объяснить. Смотрите. У нас в названии три существительных мужского рода в единственном числе. Эль перо, эль агуа, эль рефлехо. Собака, пес, вода и отражение. Мы видим с вами артикль мужского рода, единственное число эль. Он употребляется тогда, когда мы говорим об определенных предметах. Есть артикли определенные и неопределенные. Когда мы подчеркиваем определенность, мы используем артикль эль. Мужского рода. Есть еще женский. Но об этом в следующий раз, когда попадется в название. В данном случае у нас вот такая грамматика. У вас получилось уже перевести название? Если нет, то еще раз пересмотрите видео. В следующем я скажу, как это звучит. Итак, что же у нас получилось? Эль перо инганьадо пор эль рефлехо нелегуа. Давайте так поступим. Я попрошу вас написать, как же называется эта басня, которую мы будем с вами на протяжении, скорее всего, недели разбирать. Напишите, пожалуйста, а я уже скорректирую завтра. Ну, чтобы чуть-чуть была маленькая интрижка. Кстати, вчерашняя поговорка, она была резюмирующей в этой басне. Я ее поставила в начале, да, то есть чтобы чуть-чуть закрутить историю. То есть она является как раз резюме. Я надеюсь, вы поняли, о чем предыдущая поговорка, то есть вчерашнего дня. Поэтому я не поменяла кофточку. Обязательно пишите в комментариях, то есть все, что вы думаете. Потому что чем больше вы отдаете, тем больше вы работаете. Даже если это 5 минут в день, тем больше пользы вы получаете. Даже если вы знаете испанский, набирайте в себя больше слов, больше выражений, чтобы общаться. Продолжение следует...